У меня нелегкая задача, потому что вы не биологи. И вот вопрос такой, существует ли естественный иммунитет против ковида, как он выглядит. Я сразу скажу, что я не вирусолог, но как биохимик я просто поражена красотой вот этой адаптации и красотой процессов, которые происходят в наших клетках, которые защищают нас от ковида. Итак, как говорил знаменитый наш вирусолог Дмитрий Константинович Львов, вирусы находятся на теневой стороне жизни. Они, если хотите, мусор, ошметки, остаток эволюции геномов миллиарды лет назад. Просто они тоже, эти ошметки, этот мусор генетически эволюционировал, эволюционировал, они в защитной форме одели на себя белковую оболочку капсид. По сути дела, это генетическая программа, очень короткая, которая одета в общем плане белковой шубкой. Иногда это и липидный слой, что они нахватали из клеток, из которых вырвались. У генетическая программа не располагает возможности самопроизводиться, размножаться самим. Для этого им нужна программа клетки. Сложная, это как бандит, который попал в город, которого ничего нет, он голоден, босс, ему нужно добраться до столовых, написать тебе приказ, получить продукты и всех ограбить. К сожалению, вирусы есть у всех организмов совершенно. За 3,5 миллиарда лет они поселились во всех живых организмах, в том числе и у бактерий и растений. У бактерий они самые большие, самые сложно устроенные. Генетический материал у них бывает разный. Бывает двуцепочечная ДНК, это как у нас с вами в клетках, например, вирус герпеса. А бывает двуцепочечная РНК, которой в нашем клетках нет. Это только ошибки. Двуцепочечная РНК нет. Так вирус РНК поступает очень хитро. Он содержит в программе вот эту программу фермента. Ой, я никак не справляюсь, Машка. В общем, программу фермента, который синтезирует сама клетка и переписывает информацию с РНК вируса на язык ДНК и заставляет наши клетки синтезировать свои белки. Поэтому вирусы считаются патогенами, потому что они используют нашу белоксинтезирующую систему для того, чтобы размножить свои частицы. Частицы вируса называются верион. Сколько верионов мы можем получить? Все зависит от того, сколько мы их нахватали. Врожденный иммунитет. Что мы получили от папы с мамой? Вот что мы получили от папы с мамой? Мы получили бета-лимфоциты. Это специальные клетки, которые заселяют наши лимфатические узлы. Самый большой лимфатический иммунный орган – это не шейный, не паховый, не срединный узел. Это наш тонкий кишечник. Самый мощный иммунный орган – это тонкий кишечник, потому что мы съедаем много всего плохого с пищей. Как бы мы ее ни мыли, мы съедаем массу бактерий, дрожжей и вирусов, и чужеродные ДНК, которые вместе проваливают цена. Вот вся эта система защищает нас от инвазии и попадания в кровь. Т-лимфоциты – это управители, есть киллеры, клетки, которые убивают другие клетки, а есть управляющие. Никакой демократии в иммунной системе нет. Там жесткая система власти структурной. И, наконец, огромная популяция так называемых клеток-убийц, киллеров. Они бомбардируют клетки-мишени белками-паринами, которые самопроизвольно образуют пору 20 нанометров, что смертельно для клетки. Они ее бомбардируют протеазами, ферментами, которые разрушают белки, как ножи. Вот некоторые протеазы есть в нашем стиральном порошке Био, например. Так вот, эти НК-киллерные клетки тоже достаются нам от мамы с папой. Бета-клетки, каждая бета-клетка, это клетка памяти, она выставляет на своей поверхности то, что она может синтезировать. Я синтезирую вот такое антитело, а я вот такое. Человеку очень выгодно получить разные детерминаты иммунологические от родителей. Поэтому близкородственные скрещивания опасны не только с точки зрения выщепления неправильных, плохих мутаций, еще из-за того, что ребенок получает очень коротенькую, очень маленькую память в лимфатических узлах. Чем дальше по генотипу родителей, тем больше разнообразие Б-клеток, большую память получает ребенок. Мы получаем от родителей вот это все. Как вирусы попадают в клетку? Вирусы маленькие, вот это для них поверхность клеток, это знаете, как мячик и город. Вот это примерно разница. Мячик – это вирус, а город – это вот тело клетки, куда он хочет пролезть. Когда мы говорим о некой тропности, любви к вирусам к каким-то тканям, вы, наверное, читали, вот нейротропный вирус, аденотропный вирус, еще какой-нибудь тропный вирус. Ну прям, это любовь вирусов к определенной ткани. Есть вирусы, которые попадают только в клетки печени, есть только в клетки нейроны, есть только попадают в клетки иммунной системы. Почему? Потому что они по обману приклеиваются к белкам на поверхности клеток, обманывая эти клетки. Никаких липалок, никаких липучек на поверхности клеток к вирусам нет. Все это происходит, потому что вирусы эволюционировали, и на своей поверхности содержат белки, которые подходят к белкам нашей клетки, как ключ и замок. Вот это ключ-замок, самое крепенькое соединение. Но сама белковая шубка не попадает в клетку. Это вирусу невыгодно, потому что будет ему сразу кранты, потому что внутренние ферменты протеаза щепят любые белки с высокой скоростью. Попадает только нуклеиновая кислота, и попадает святая святых в ядро. Что? Чтобы копировать свою программу. Что происходит в это время с клеткой? Наша врожденная система устроена очень, я бы сказала, дубовенько и простенько, в определенном смысле, но мощненько. Клетки, которые ползают даже в данный момент по вашей роговице, хотя вы это не чувствуете, они ползают по вашей роговице, по вашей коже, под кожей, под роговицей, на сетчатке, по всем поверхностям, по поверхности кровеносных сосудов и вообще везде. Им не нужно распространяться с кровью, они пролезают через все клеточные соединения и ткани. Мы называем их антиген-презентирующие клетки. В каком смысле? Они хватают вирус, где его найдут, а должна вам сказать, и на вашей роговице сейчас прилипает, когда вы ходите по улице, бог знает что. И вирус в том числе. Вот это хватается, они попадают в кровь и начинают передавать это опознающим клеткам лимфоциты. И начинается. Лимфоциты, получая вот этот знак, кусок белковой шубки вируса, начинают искать клетки, которых уже заразились вот так. Клетки, в которых содержится вирусная частица, вирусный геном. Клетки, которые заразились, у них больше нет никаких шансов. Их убьют, и очень быстро. И как правило, как правило, это плохая ситуация. Меня всегда завораживало вот это вот отношение к ковиду, когда человек вечером кашлял, а утром умер. Потому что у него 90% эндотелия альвеол. Клетки, которые образуют альвеолы наши в легких, они тоненькие, они похожи на марлечку. Вот марлечку, представили? Вот ниточки марлечки, это клеточки. Они слабенькие, их мало, потому что они прозрачные среди, и через них ходят газы, кислород и СО2 туда-сюда. И вроде бы невозможно представить себе такое количество вирионов, которые бы все колонизировали, все клеточки вот этих эндотелий. Их очень много, у нас большие легкие. Но в этом деле участвует иммунная система. Начинается атака на клетки, которые еще ничего плохого не сделали, и вирус в них не разбился. Начинается атака на клетки собственной иммунной системы. Мы называем это цитокиновый шторм. Выжить при таких условиях, когда твой орган убивает иммунная система, невозможно. И эта скорость говорит как раз не о том, что вирус размножился и выскочил из легких, а то, что клетки убивает иммунная система. Она у нас так устроена. Когда у нас поражены вирусом герпеса, все знают, что такое герпес, да? Вот когда мы эту радость имеем, это нам устроила иммунная система. Она убила клетки слизистой, зараженной вирусом. И вот 7 дней эта слизистая у нас вырастает. К сожалению, у нас иммунная система всегда эволюционировала. Мы ее получили не в целом, так сказать, виде. Некоторые ее элементы есть даже у морских губок. Но уже где-то на уровне денисовцев и ранних неандертальцев все это сложилось. И мы получили эту иммунную систему в жестокой борьбе с внешним миром. Поэтому мы не зарастаем грибами и не погибаем все мгновенно от любых вирусов. И вот получается, чем больше зараженных клеток, которые еще ничего плохого не сделали, вирус в них не развился, они будут убиты. И чем больше таких зараженных клеток, тем яростнее идет атака. И это все, конечно, вносит вот эту болезненную картину. К сожалению, судьба тогда пациента зависит от того, а сколько клеток формально содержит наверху вот эту прилипшую вирусную шубку. Потому что киллеры, лимфоциты-киллеры опознают эту шубку на поверхности клеток. Этот вопрос очень болезненный. Он обсуждается даже в научной медицинской литературе вот в конце октября 2021 года. Я вам докладываю материалы 2021 года в октябре и начале ноября. Что делать в это время? Давить иммунную систему нельзя, потому что тогда будет еще одна инвазия, что и бывает с больными ковидом, когда вдруг нарушается святая святых, которая говорила, если тебе суждено быть повешенным, ты от чумы не умрешь. Но когда человек погибает от атаки собственной иммунной системы и вируса кооперативно, он еще заболевает каким-нибудь воспалением, которое чисто воды бактериальным. Это вносит некий раздор в среду иммунологов, потому что мы перестаем понимать нашу иммунную систему, мы чего-то не знаем. Вот вы видите такой макрофаг вот наверху, то, что плавает по вашей роговице, ползает, я бы сказала, ползает по вашей роговице. Это снимок сканирующим в электронном микроскопе. В красный свет его накрасил компьютер. В электронном микроскопе это не цветное. А вот вы видите интимный момент убийства клетки киллером. Вот эта клетка, которая вся сложилась в какие-то лепесточки, это погибающая клетка. И вот киллер ее бомбардирует чем-то там неприятным. Этот процесс идет так, что у человека возрастает естественная температура, он все это на себе чувствует. Эту войну вы всегда чувствуете по своему состоянию. Но не так все плохо. Все-таки некоторые люди болеют в легкой форме и как-то не умирают. Почему? Генетики говорят, что примерно 50 тысяч лет до нашей эры мы, как теперь у нас такая вот мода, говорят, что мы не уничтожили никаких неандертальцев и никаких денисовцев. И вообще это были люди, у которых были музыкальные инструменты, они говорили. Мы просто потомки миксов, мы миксы, мы миксовое население. Мы потомки слияния неандертальцев, кроманьонцев, ну и кому подвезло больше шерповым, например, денисовцев. То есть древние люди, совершенно другие люди, они как будто с другой планеты, но вот мы благодаря им получили некоторые полезные гены. И вот мы получили вот такую систему защиты, когда еще киллеры не добираются до клетки, и клетка может защититься. Это система такая сложная, я вам расскажу сначала на аналогии. Вот эта клетка, это город, представьте себе, что этот город, вот это ворота, почему-то я не могу справиться с мышкой. Значит, это ворота, который мы называем рецептор интерферона. А наверху сигнал, интерферон, который продается в аптеке, который мы себе помещаем в нос. Вот когда происходит инвазия вируса, вирус напал, все эти процессы убийства клеток происходят, клетки другие выделяют сигнал тревоги, и называется он интерферон, это сигнал тревоги всем клеткам, проверить, пожалуйста, что у вас внутри, нет ли у вас чужого генетического материала, пожалуйста, просканируйте область ядра. Тогда, когда интерферон, как сигнал, стучится в это ворота, солдаты, которых я обозначила серым, это белки, быстренько демеризуются, образуют демеры, проникают в ядро и включают программу, пожарную программу, фермента, которого нет в клетке. Это сканер, буквально сканер, не побоюсь этого слова. Представьте себе две булочки, которые сканируют, одна булочка сканирует и прилипает к чужеродной вирусной РНК. Как только это происходит, она открывается и начинает синтезировать клей. Вот этот фермент, это всю систему гена мы получили от неандертальцев, все-таки прочувствуйте красоту игры. Вот этот фермент быстренько сканирует собой, как вы спрашиваете, сканирует, но биологи не знают, что у нас в каждой клетке есть белковый скелет. Он состоит из трубочек тубулина. Если вы вытащите иголкой, его можно увидеть прямо в белковый скелет с местом для ядра. Это как трамвайные пути. По трамвайным путям все путешествуют, все органеллы и молекулы белка с очень высокими скоростями. Мы теперь можем пометить их флуоресцентными антителами и увидеть. Это все путешествует туда-сюда очень быстро. Так вот, этот фермент быстро сканирует всю поверхность около ядра и клетки, и вот он видит вирусную РНК. У нас в клетке ее нет и быть не может вот такого типа РНК. Что тогда происходит? Этот фермент синтезирует сигнал или клей, причем такой хитрый клей, который не может уничтожиться в клетке долгое время. Этот клей, вам это ничего не скажет, но я скажу, что это полиадениловый клей из участков самой ДНК. Этот клей прилипает вот сюда, к самому страшному ферменту, который я видела в жизни. Это сырный нож. Это палач, который режет вирусную РНК, не давая ей куда-то там проникнуть и заставить синтезировать свои вирусы. Чтобы вы мне поверили, я это покажу. Вот так выглядит аптечный интерферон. Это его биофрукционная модель. Она уже расшифрована. Вот так то, что мы капаем себе в нос, хотим создать, разбудить все клетки, и сказать, алло, гараж, у нас может быть вирус, пожалуйста. Поэтому капать интерферон полезно. Вы заставляете всю эту систему работать. А вот этот сигнал интерферон сидит вот на своих воротах, на своем рецепторе, вот здесь. А вот страшное совершенно... Да, вот это страшное горота, сырный нож, который выглядит вот так. Когда он активируется, вот его штучка, он вот так перетирает, вот так, шкрым, 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 перетирает эту чужую вирусную РНК. Вот она, синяя и зеленая. И ей вышел тут афронт, ее быстренько уничтожили. И скорость этих процессов очень высокая. А вот эта удивительная молекулярная машина, олигоданилатсинтаза, да простите меня за такое название, она есть еще у рептилий, у птиц, у млекопитающих, огрызки эти. А мы собрали благодаря неандертальцам пять копий, пять копий этого гена. Пять. У нас пять таких генов. На все случаи жизни, на все ткани. И вот он почувствовал, нашел чужеродную РНК. Вот я нарисовала ее желтой. Начинается синтез клея, сигналов. Вот это уже расшифровано, какая часть этого молекулярной машины сажает на себя РНК. Это сканер. И самое главное, эти сканеры собрались у нас. А вот этот страшный палач, и вот он демеризовался. Честно говоря, эта страшная нуклеаза, которая есть у нас в клетках, она призвана убирать ошибки процессов, которые связаны вот с такой двуцепочечной нуклеиновой кислотой. Вы скажете, ну, все это такое маленькое, как оно работает? Относитесь ко всем маленьким вещам, как к инструментам. Это машины, они просто маленькие. И работают они по законам машин. И собираются по законам машин. Я всегда студентам говорю, самое ценное состоит в том, что наша тушка подчиняется закону Ньютона. Легко в этом убедиться, если попробовать взлететь со стула. Но молекулы меньше 100 нанометров, и они не подчиняются законам Ньютона. И они не дают своей ткани киллерной и не подвержены атаке иммунной системы. Это счастливцы, которые не могут заразиться иронковым вирусом по определению. Более того, имея вот эту систему от неандертальцев, при исследовании, при секвенировании геномов неандертальцев более трех тысяч людей, которые, очевидно, никак не могут заразиться ковидом. И части денисовцев, мы увидим, сколько там у нас получилось, это огромная международная группа, которая полгода занималась секвенированием и искала причину, по которой люди не заражаются ковидом и еще вирусом голубой нильской лихорадки и вирусом гепатита в том числе, потому что это родственники. Оказалось, что им не нужна вот эта система, которую я очертила кружком. Им не нужен никакой интерферон, им не нужно воспаление и не нужна работа макрофагов и всей этой страшной скринирующей системы. У них все ингредиенты вот этого есть в клетке по умолчанию, в каждой клетке. Почему? Потому что в 12-й хромосоме у них произошла полезная мутация, которая досталась, как считает группа датских и российских генетиков, примерно 40% белого евразийского населения. Только мы об этом не знаем и не можем пока создать вот этот генетический тест, который определял бы у нас вот эту полезную мутацию. Откуда она взялась? Порядка от 50 до 20 тысяч лет назад люди в основном жили в пещерах и всяких грязных, неочищенных локациях, что называется, и, естественно, они одомашнивали животных, и, естественно, вирусы домашних, одомашненных животных или летучих мышей или еще кого-то, с кем они сталкивались в таких грязных локациях, переходили и заражали их. И происходила, если хотите знать, такая притирка, умный паразит всегда стремится не убить хозяина, где он родной жить-то будет. Вот эта эволюционная притирка привела к тому, что появилась часть людей, у которых произошла мутация. Пока они живут в общих условиях, это никак. Это никак. Но как только наступила эпидемия, выжили только они. И потомство имели только они. Они ушли из этих локаций и перенесли свою мутацию дальше. Тут подвалили кроманьонцы, началась там эта жвачка и любовь, и мы получили от них эту полезную мутацию. Скажете, что мы как-то не похожи неандертальцев? Да, но мы носим их геном, значит, мы когда-то скрещивались. Группа вот эта обнаружила на 12-й хромосоме одну маленькую замену вот этого скриннера, из-за которого, который я нарисовала оранжево. Этот скриннер теперь не зависит никогда вот от этой системы интерферона. Этот фунонон есть всегда в клетках, всегда в достаточном количестве. Значит, люди с такой мутацией, имея вот эту защиту, получив какую-то часть вируса, он даже не успел как-то подойти к белоксинтезирующей системе, ну, к ядру, а ему уже его порезали. И есть там наверху его шубка, нет его шубки. Люди эти не могут заразить никого и не могут заразиться сами. Но, но должна подчеркнуть, когда у вас берут кровь перед тем, как вакцинировать, определяют количество иммуноглобулина М. Это иммуноглобулины против целого вируса. Вам говорят, у вас выноситель вируса. Может, это и правда. Но этот анализ будет показывать наличие вируса у тех, у кого его нет. И причем этот, как бы, тест, он не на геном вируса, а на его шубку белковую, которая может быть пустая. Как мы можем, государство, если бы, ну, думало, просто сейчас времени нет, это последние данные, подумало бы, что дешевле создать тест, генетический тест, чтобы выявить таких людей с полезной мутацией, ну, она же легко картируется, и сказать, что сидите ровно, вам не вакцины, вы не можете никого заразить, и вам вообще, вакцину вам можно, у вас будут антитела, но у вас геном вируса не размножается, вы увидите пустые вот эти белковые шубки. за это, конечно, спасибо большое неандертальцам, это единственная надежда на какой-то иммунитет. Должна вам сказать, что из-за временных, я покажу вам потом график, когда возникают антитела по времени от первого заражения, к сожалению, люди, которые погибли за очень короткий период времени, по-видимому, обладают, не обладают такой системой, либо имеют поврежденные участники этой системы, поврежденные гены. Хотелось бы вот знать про себя любимого, а как вот у меня. Но вот пока тесты это не показывают. Нам в 2005 году обещали, Всемирная организация здравоохранения обещала каждому родившемуся ребенку дать генетический паспорт с секвенированным геномом, где были бы все предрасположенности. Где это 2005 год? Вон там. Значит, мы получили эту, да, как получили, насколько это распространено. Вот это вот очень, несмотря на простую работу, на простую картинку, посмотрите, сколько здесь точек. Каждая точка это секвенированный геном пациентов и тех, у кого обнаружили последние варианты, вот такие полезные варианты двенадцатых хромосом. Это красные точки, а желтые точки это суперустойчивость благодаря вот этой системе. Как видите, их мало. Примерно на всякий случай авторы этого огромного коллектива сказали, что да, одна только вот эта полезная мутация в одном гене из пяти, в одном гене из пяти позволяет снизить риск тяжелого течения заболевания на 22%. Вирус не успеет колонизовать много клеток, иммунная система не ударит по зараженным клеткам и не уничтожит эту ткань. Вот о чем идет речь. Пока это одна установленная мутация, это не дешевая работа, потому что она в коллаборации, нужно собрать пациентов, нужно собрать вот это ДНК неандертальцев, Дениса, всех уговорить, скоптировать, собрать. В общем, это не просто так. Теперь мне очень интересно локация, откуда появилась эта чудесная аллель. Вот она написана, вот здесь вот, РС-115-63-61. Это положение мутации в гене вот этого фермента-скринера на 12-й хромосоме. Посмотрите локацию. Синим нарисованы места локации, откуда появилась эта мутация. Посмотрите, сверху стоит алтай. Наши предки, которые тусовались на Алтае 15-20 тысяч лет назад, с большой вероятностью подхватили эту полезную мутацию, потому что ковид по своим способностям это ведь чума, но она поражает не всех, не так, как постерелье пести с чума. Посмотрите следующее. Винджия – это Хорватия, там, где было большое поселение неандертальцев. Ну вот это очевидно, Чангирская пещера, где тоже обозначены остаток неандертальцев с полезной мутацией, и вот это в синим всем обозначены локации, это все алтайские локации. То есть мутация появилась в алтайском населении, там был большой котел, в общем-то, международный, откуда все во все стороны бежали. Поэтому авторы этой огромной работы, не только они, говорят, что в Африке живут чистые кроманьонцы, мы счастливые миксы и много чего хватанули от своих предков, а вот африканцы, настоящие кроманьонцы, у них вообще нет этой системы, нет, представляете? А юрозийцев есть, потому что мы эти гены все получили, и мутации тоже получили от неандертальцев. Большое им спасибо. Никаких других способов иммунитета, кроме еще приобретенного иммунитета, мы не можем себе позволить. Генетический иммунитет, врожденный, вот он, то, что я вам рассказала. Это единственный врожденный иммунитет против ковида. И мы знаем среди своих знакомых, которые ухаживали за больными еще до эры прививок, и жульски не заболели. Почему? И потом не заболели. А есть люди, которые вроде и маску носили, и перчатки носили, и в нос капали интерферон, и вообще все протирали, заболели. Почему кто-то легко, почему кто-то тяжело? Почему у кого-то тромбофили, то есть образование тромбов, и его лечат от этих тромбов, откуда взялись тромбы? С легкими все хорошо. Почему у некоторых легких вытаскивают прямо эту жидкость, погибшую шприцем, а человек выживает? И нет никаких тромбов. Поэтому то, что происходит с пациентами, это результат взаимодействия вируса и иммунной системы. Это не только вирус. Вот почему опасно жить сейчас, например, аллергикам? Потому что у аллергиков гораздо больше популяции клеток памяти. А напомнит, Бог знает еще, ингредиенты пищи, пыль, еще чего-то, еще чего-то, еще чего-то, и большая вероятность получить вот эту гиперактивацию иммунной системы, которая убьет зараженные клетки с большей скоростью, чем это надо. Что делать таким людям? Я прям даже не знаю. Потому что заразится убийство для них, потому что они попадут в этот цитокиновый шторм. Насчет диабета я вам расскажу ниже. Насчет тромбофилии. Когда вирус заражает клетки поверхности кровеносных сосудов, идет атака инкиллерных клеток, которые просто делают дырки. А где дырка в этой оболочке, там тут же садятся тромбоциты и начинается быстренько-быстренько по автомату тромбоцитарный тромб. Несколько слов о том, почему мы даже выдерживаем современный подвирус Дельта. Академик Гинсбург, который директор Гамалеи, сказал, что сейчас подвид Дельта захватил все пространства, и поэтому появились больные, не то что больше умирают, а появилось больше тяжелых больных, у которых неблагоприятный прогноз. Потому что у вируса Дельта он не опознается антителами, он не разрушает клетки, а сливает клетки, из клетки проходит в другую клетку, третью клетку. А как реагируют вообще любые живые клетки вот на это? Когда в них делают дырки меньше 20 нанометров, они не слопываются, например, 10 или 5. Они начинают сливаться вместе, образуют такое нежизнеспособное нечто, которое мы называем сенситий. Вирус в таком сенситии живет прекрасно. Он прям там три ядра, три системы синтеза. Он насинтезируется в большом количестве вириона, а потом мешок лопается, и получается килограмм вируса. Антитела не успевают работать. Надежда только на неандертальский пакет у таких людей. И на плазму переболевших. Больше ни на что. Поэтому, поскольку мы не знаем, носители мы или не носители, то, пожалуйста, не вакцинироваться с чистой воды самоубийства. Теперь вот это тоже огромная работа. Решили посмотреть у неандертальского и современного населения наличие вот этой аллели гена, которая позволяет иметь иммунитет против ковида. Естественный врожденный иммунитет. Подчеркиваю, врожденный. Величина вот этого красного это значение частоты. Для вас это ничего не сказала бы. где вот узенько и мало людей. А вот это вот большое количество людей носит эту полезную мутацию. Как видите, все не так плохо. Белое население, которое куда-то стартануло там в Америке, тоже несет. И все, кто стартанул отсюда, тоже несут эту полезную мутацию. По-видимому, где-то через полгода или год, чтобы не так тратиться государству на все, что вот оно тратит на наше вакцинирование и, значит, уход за больными, будут такие тесты, потому что они скоро будут на диабет, вот такого плана, тесты для того, чтобы выявить такую полезную мутацию. Это все-таки для человека важно, что он не будет распространителем вирусом, не заболеет. Ну, ради всего святого, я вакцинируюсь, пусть у меня будут антитела. Как бы не это, не помеха. Вот все это совершилось за примерно 50 тысяч лет. Мы мало знаем примеров вот такой полезной мутации. У нас вообще все мутации вредны, как известно, да? Это вот такая полезная мутация, которая позволяет выжить во время пандемии. А вот это, ну, сказала бы, мало, да? Но вот здесь вот цифры, смотрите. Люди, жившие 40-20 тысяч лет назад до нашей эры, 23 штуки геномов, потому что мало отрыли. 20-10 тысяч, уже 41. 10 тысяч, 5 тысяч лет, уже 552 штуки геномов, 5 и 3 тысячи, уже 807, уже 3 тысячи, тысячи, уже 237 и уже современных 2 990-21 геном людей, которые ни при каких условиях не заболели. Как видите, частота этой мутации, что очень радостно, увеличивается. То есть частота среди населения передается, этот ген передается, ну, вертикально, и частота его у современных людей гораздо выше, чем у первого неандертальского населения. это попытка увидеть, есть ли у нас такая полезная мутация в другом гене. Ну, как видите, она появилась даже гораздо позже, чем контакты с неандертальцами, и тоже тут ничего, в общем-то, ну и не увеличивается. Эти все данные только о жителях Евразии, и я бы сказала, европейской части Евразии, потому что это были датские, российские, немецкие ученые, словацкие ученые, вот всю математику делали словаки, а всю биологию делали датчане и наши. Вот, если мы получили нарушение, если мы получили вот такой пакет неандертальцев, а есть ли какие-то такие нарушения вот этого пакета, и к чему это может привести? Ну, вот это ноябрь этого года, немедицинский журнал сообщил о странном повышении скорости заболевания диабета первого типа, инсулин, зависимый диабета, что нельзя объяснить дрейфом генов. Что такое дрейф генов? Это миграции, да? Люди ездят туда-сюда, заводят семьи, ну, передают свои геномы. Вот никаким дрейфом генам это объяснить нельзя. Вот этот аномальный рост диабета первого типа, который поражает, например, даже все более и более молодых людей. И обнаружили такую интересную вещь, что вот эта поджелудочная железа, вы видите, сама по себе это экзокринная железа, она выделяет двенадцатиперстную кишку, значит, это ферменты, которые переваривают нашу пищу, да? Называется желудочный сок. Ну, вот. Там еще есть вкрапленные, вкрапленные эндокринные железы. Называются они бета-клетки и альфа-клетки. Бета-клетки выделяют инсулин в то время, когда в них попадает глюкоза. Вот мы поели что-нибудь сладенькое. Первую глюкозу, как вы думаете, кто капнул из крови? Вот как вы думаете? Эритроциты, красные кровяные клетки, это в первой очереди, да, в первой очереди на глюкозу. Вторые тромбоциты, и только потом другие заинтересованные граждане. Вот для того, чтобы инсулин выделился, он образовался в присутствии глюкозы из бета-клеток, альфа-клетки должны получить сигнал от глюкокротикоидного гормона. Глюкокротикоид диагностический признак его определяет. А вот эта самая рибонуклеаза, который нож сырный, в альфа-клетках очень высокая. Ну, мутация произошла вот в альфа-клетах. И этот сырный страшный нож высокий, и он разрушает ген глюкокротикоидного рецептора. И глюкокротикоид не действует на альфа-клетки, альфа-клетки не дают пинок бета-клеткам, чтобы они выделили инсулин. И у человека инсулинзависимый диабет. То есть диабет этого типа мы получили вместе с неандертальским подарком. И вот благодаря вот этой работе авторы получили грант для того, чтобы создать генетический тест, выявить мутацию. Они картировали ее, выявить мутацию и поставить человеку, у которого еще нет никакого диабета, чтобы, например, лет в 30 у него будет диабет, и он будет думать, кто-нибудь взялся, чтобы уже предотвратить развитие диабета вот такого типа. Этот тест подойдет и тесту для того, чтобы выявить полезную мутацию по поводу ковида, потому что это будет та же хромосома, ну какая разница, один чип заменить другому. И это, как говорится, не проблема. Теперь насчет приобретенного иммунитета. Приобретенный иммунитет – это вакцины и антигены, которые мы встретились, когда память о которых нет. Ну если мы жили-жили-жили в Казани, а потом съехали в Южную Америку, сто пудов вы встретите кучу антигенов, которых у ваших родителей не было. Вирус самого коронавируса – это целое семейство, которое мы знаем давно. Люди встречались с ним порядком 50 тысяч лет и даже, может, больше. Это вирус, который пришел все-таки от летучих мышей, то есть от грызунов. У нас от грызунов ничего хорошего не приходит, как выяснилось. Вот этот вирус от грызунов делится на три рода – альфа-коронавирус, бета и гамма. И вот то, которое устроило нам проблему, относится к роду бета. Он гомологичен двум заболеваниям – SARS и MERS, которые выявлены были ранее. MERS – это в Саудовской Аравии появился, он 100% смертелен, 100% летален, передается через верблюдов. Ну, слава богу, верблюды не везде живут, но нам повезло. Значит, да, SARS передается от тоже летучих мышей, но у него есть какой-то промежуточный хозяин. Это или крысы, или какие-то, значит, чего-нибудь, но не панголины, потому что панголины – это тоже как-то для нас не очень. Вирус этот устроен довольно просто. Его РНК армировано белком, который называется белок N. Он известен, уже со всех сторон изучен. Потом белок спайк-шипик, вот он опознается нашими антителами. Вот он. И белки M и белки E. Почему я вам так показываю все белки? Институт Гомолеи собирается создать с поля вот такую вакцину для того, чтобы абсолютно как не развалился капсид, все равно его иммунная система бы увидела, задолбала бы и увидела бы и убила. Всех сейчас занимает страшно, с какой скоростью мутирует ковид, который вызывает у нас острую респираторную инфекцию. Сверху вы видите, я считаю, что гигантский труд, потому что было выявлено у евразийского населения, подчеркиваю, у евразийского, потому что работала группа евразийских ученых, было выявлено 715 разных геномов вируса ковид, у которых инвариантные белки капсиды, то есть белковые шубки. Ну, шипик был такой, стал такой. Его иммунная система может не узнать. Вот о чем идет речь. В институте Гомолеи работает огромная группа биоинформатиков, которые составили прогностическую модель мутаций вот этих структурных форм белков, чтобы увидеть все и создать поливалентную вакцину, которая бы точно работала бы всегда против любых видов вирусных вот этих белков. Оказывается, что есть еще непознанные плюшки от этого, от этой вакцины. Так вот, вы видите здесь вот этот вот цветной столбик, два цветных столбика справа, это удаление от родственной уханьского штамма. Удаление от уханского штамма. Чем слабее раскрашенных квадратик, чем больше он, это, ну, вариант вируса удалился от ухания. И мы видим, что некоторые удалились таки конкретно и на много тысяч вирусных лет, ну, положений. Чем это нам грозит? Группа Гомолеи говорит, что процентов 20 мутирует в сторону повышения вирулентности, и против них нужна защита и вакцина. А все остальные просто так они неактивны. Это хорошее известие, потому что это половина только. Меньше половины мутирует в плохую сторону. А остальные мутируют, чтобы нам притереться и стать обычным соплевидным вирусом. Ну, да, чтобы только сопли вызывало, и все. Но когда это будет, никто не знает. Вы видите вот эти столбики. Это повышение вирулентности вариантов, которые обнаружила международная группа. Как она обнаружила? У пациентов, ну, у кого высеяли, вот эти все варианты вируса были секвенированы, изучены вдоль и поперек. И вот, наконец, стартовые, те, которые бродят в евразийской популяции и встречаются в нашей популяции. Чем ближе к востоку, тем больше процент уханьского вируса. Чем ближе к западу встречаются уже вот эти товарищи, которые вы видите здесь, с частотой, обнаруженной вот здесь. Они так и называются. А один – это материнский уханьский вирус, а все остальные – это его производные. А то, что вы видите в квадратиках, это замены в его геноме. Там, например, тимин, 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 аденин, аденин, на что-то замен. Его вот этот генетический код уже изменился. А это частоты, которые встречаются у пациентов. Чем ближе к западу, тем меньше уханьского и тем больше вот этого разнообразного супа. Чем это нам грозит? Все это еще в процессе. Поэтому мы ждать не можем, когда к нам притерется этот паразит. Мы должны быстренько вакцинироваться, я считаю. И вот неприятность, скорость мутирования вирусом по странам. Вот здесь страны. Значит, мы рядом с Бельгией, поэтому у нас очень высокая скорость мутирования нашего вируса. Самая почему-то высокая сейчас в Италии, почему-то в Эльсе, и в Китае, на юго-востоке Китая. Ну, понятное кино. И еще в Гуанчжоу, это Макао, на юге, на океанском побережье в Китае. Везде много населения. В Бельгии очень большой приход мигрантов. У нас страна многонациональная, и мы подвижные туда-сюда лазим. И это вызывает повышение скорости мутирования вируса. От чего зависит эта скорость мутирования? От скорости передачи от хозяина к хозяину. Чем? Да, потому что каждый хозяин для него способ, как он сам себе мутировать не может, у него нет, извините, системы, которая переписала бы его РНК с ошибкой. Это наша система переписывает его с ошибкой. Это мы его мутируем. Поэтому, когда мы говорим о скорости мутации, говорит о скорости передачи от человека к человеку. Вот что плохо. И мы еще в плохом состоянии. И когда я вижу всякие демонстрации придурочных антифаксеров, я просто вспоминаю слова нашего врача, который читает у нас лекции. Она все время говорит, Альфьяна Руллимановна, в реанимации и в морге вакцинированных нет. Еще умники, которые покупают QR-коды. Кого они обманывают? У нас сейчас такое положение, что вирус еще мутирует, и скорость его мутирования высока. Мы не можем сейчас ждать, когда вымрет, извините, третья часть населения, а другая притерется к вирусу. Мы же не можем это допустить. Вот эти положения пугают, ну как это пугают? Пугают чиновникам. Когда им кладут на стол вот это вот, они хватаются за голову, говорят, как же так? Почему больше людей заражается, значит, как же так? Мы вот делаем вот это, делаем вот это, делаем вот это. А люди еще рассуждают, есть ли у них свобода? Есть на морге большая свобода. Так, значит, вакцина «Спутник Ви». Всякие глупости, которые я слышала, даже от образованных людей. Первая глупость. Нельзя колоть вакцину, потому что с иголки нам сажают чип. Я послала эту девушку, значит, туда, где собак лечит, чтобы узнать, сколько стоит чип на собаку. И успокоится. И сказала, ну тебя чипируют, и что? Твой смартфон всегда знает, где ты. Потом второе. Вот это действует на фертильность. Данных таких нет. Как можно действовать на фертильность? Скажите, пожалуйста. Чтобы вакцина проникла святая святых и, значит, убила там все яйцеклетки и клетки лейдига у мужчин. И оторвала все хвосты у спарматозоя. Ну нет же этого. Нет. И никакая вакцина это не делает. Понимаете? Не делает. Векторная вакцина называется потому, что у нее есть вектор. Машина, которая везет в нужное место самое то, что вакцина. В качестве вектора выбирается аденовирус. Этот вирус знаем мы уже на протяжении 300 тысяч лет нашей жизни. Он уже к нам притерся. Он перестал нас что-нибудь вызывать. Причем, но зато прилипает везде. Везде. И клеткам эндотелия, и клеткам крови, и в печени, и везде, где только достанет. Его колет нам большое количество, чтобы он достал всех. Что содержится внутри этого белкового капсида? Содержатся две копии гена из белка ковида. Это программа только для белка. Никаких больше программ в этом вирусе нет. Он не может сам размножаться. У него нет его ДНК. Там только вот эта часть. Почему институт Гамалеи устроил вот такую вот векторную доставку вакцины? В 2014 году нашего президента буквально на коленях умоляла руководитель ВОЗ, потому что в Африке появилась страшная геморрагическая лихорадка Эбола, которая была 100% смертельна. Она передавалась грызунами. Население мёрло там вообще. С тяжёлым состоянием. Сыпь, высокая температура. Закашлялись и всё. Или почки отказали. Обратилась за помощью. Гамалея бесплатно, бесплатно подчеркиваю, сделала векторную вакцину за 6 месяцев. Люди не уходили вообще с работы. Они создали на аденовирусе, нарастили капсид и создали эту векторную вакцину против Эболы. И бесплатно передали ВОЗ эту вакцину. Где у нас Рахмет? Нету нам Рахмет. Нету, спасибо. Но наработки вот этой векторной технологии помогли нам в тяжёлый период. Значит, первая вакцина – это первый вариант белка уханьского шипика белка. Мы получаем вакцины действуют, сейчас покажу, через сколько времени. И в то время, как антитела начинают снижаться, идёт вторая вакцина, бустер, которая содержит вторую копию вакцины, вторую копию типа шипика С, на уже обученную систему В-клеток. И уже атака, и уже вот эта продукция антител массовая, потому что, ну, как бы первая вакцина обучает В-клетке иммунную систему узнавать шипик, а вторая уже приходит на уровни обученной иммунной системы. Вот почему вакцины две. Почему пожилым людям не колят спутник Лайт? Потому что это бустер, который должен действовать уже на обученную систему. Им колят спутник Ви, первая вакцина должна обучить иммунную систему, а спутник Лайт, как бустер, уже будет на этом уровне работать. Через сколько, как долго держатся антитела? Этого не знает никто. Должны быть исследования. Должен быть какой-то тест домашний. Ну, обычно есть же домашний тест уже на носоглотке на вирус. Вот поэтому не придумывайте никаких сказок про то, что вакцина содержит там гены, аденовирусы размножатся, им нечем размножаться, там ничего нет. Там просто программа ПЛКС шипика. Что насчет вакцин? Вот то, что делает первая вакцина. Вверху вы видите драматическую картину, когда вот это то, что ползает у вас на роговицы, значит, макрофаг знакомит Т-клетку с белком шипика. Вот этот интимный момент. И тогда В-клетки, вы видите их в правом углу, вот здесь, две В-клетки, которые сидят, например, на вашем кишечнике на протяжении, на пейровых бляшках, особенных образованиях, начинают продуцировать антитела. Антитела не ножи, ничего это такое. Просто вот своими вот этими липкими фа-фрагментами они прилипают к вирусу. Вот этими штуками. Они специфичны к белку вируса, к КС-белку, как ключ-замок, намертво. Они склеивают вот этот комок, который, а вот эти вот торчащие, простите меня заражение, попки, которые мы называем, очень привлекательны для макрофагов. Они их узнают, вот они. Они их хватают и пожирают. Фагоцитируют просто как амебы и пожирают всё. Это быстрая реакция. Но антитела надо образоваться в таком количестве, чтобы они везде всё это слепили. Мы этот момент чувствуем очень, ребят, сильно. У нас повышается температура, нам плоховато. В это время идёт, значит, сжирание вот этих комков, вязкость крови повышается. Ну и всяко мы себя прекрасно чувствуем в этот момент. Значит, как читать... Да, давайте я это потом скажу. Вот что происходит, когда человек заражается вирусом. Вот. Это дни. Посмотрите. 3-7 дней появляются симптомы, потому что размножается вирус. Вот он красный. Он обнаруживается в это время тестом. Вот здесь уже нет, и вот здесь ещё нет. На седьмой день можно выделить уже вирус из организма человека. Вот он здесь. И вот только через 28 дней, если повезёт, у человека появляются его собственные антитела. Вот. Как действует вакцина? Есть вирус или нет? Вот здесь появляется вакцина, и она нарастает, по сути дела, за 6-7 дней. Это сирологическое окно, в котором можно заразиться, но проболеть в лёгком режиме. Потом, когда вот здесь начинают снижаться иммуноглобулины, действует бустер, вторая вакцина. И она вызывает уже бурную реакцию, бурное образование антител. У меня уже была ревакцинация. Ничего страшного со мной не произошло, как видите, я, можно сказать, где-то... Да. И выяснилось, что у меня есть антитела, но в каком-то неприятно маленьком количестве. Поэтому я ревакцинировалась, по сути дела, быстренько мне ещё врачи сказали, что это вы проходили месяц-то. Сейчас, когда мы читаем наши QR-коды, у меня в QR-коде написано, что я, значит, да, законная девушка, высокоморальная, до 19 октября 2022 года. То есть на год. Я не уверена, я через полгода снова пройду эту вакцинацию, потому что я уже увидела, что у меня через полгода вот эти антитела немножко начали снижаться. Но теперь можно бустером, потому что моя иммунная система в курсе этого белка. Вот что, например, читать как анализы, которые вам сделали. Иммуноглобулины М появляются в крови только в одном случае, если у вас был живой вирус. Вот если иммуноглобулины меньше единицы, а иммуноглобулины Ж, этот человек, это была моя ситуация перед первым вакцинированием, и очень многих такая была ситуация. То есть у них нет никакого иммунитета. Большой привет, если вы не вакцинируетесь. Если вот такая ситуация, у вас нет антител, но говорит, что вирус у вас в маленьком количестве есть, вы уже где-то захватили этот вирус. Вот это стадия заболевания, даже если человек бессимптомный. У нас в лаборатории на Парижской коммуне один бессимптомник заразил 8 человек. Сам при этом не болел. Люди болели очень тяжело, и чуть ребенка маленького не заразили. Тоже так вот, да. Вот этот вот переболел, имеется антитела к вирусу, вы провели в скрытой форме, но должна сказать, что такие люди заразны. Поэтому мы носим маски. Маска от вируса, ребят, не защищает. Просто человек, который может передать вирус в окружающую среду, он в маске, когда мы говорим или чего-нибудь там чихаем, вот это все в жидкости, которая вылетает из нашего носа или рта, там сидит вирус, он прилипает к оболочке маски. Значит, да. Что делается сейчас? Вот на сегодняшний день. Какие у нас успехи в борьбе? Но Гамалей работает, прям не подняет вообще, да. Создает поливакцину. Ковивак, вакцина, которую создает группа Львова в Чумаковском институте, и новосибирская вакцина. Она тоже векторная, только вектор это вирус ковида пустой. Понимаете? Пустой. Там ничего нет, просто пустой вирус. Когда говорят ослабленный, атонуированный вирус, читали когда-то учебник времен Пастера, думают, что его прокипятили и пустили. Нет, это пустой вирус, но с белками, шипиками на месте. Он размножаться не может, но он вызывает образование антигенов. Поэтому от Ковивак нельзя заразиться вирусом ковида, потому что это пустышки, в которых нет никакого генома. Дальше. Модель предсказательная, она будет для всех известна, она делается сейчас, куда мутирует вирус. Гамалея создает и получила лицензию на прошлой неделе на лекарственный препарат на основе моноклональных антител, только не целых, а частей, факт-фрагмент. Это будет применяться сначала на людях, которые лежат в реанимации, вместе с сывороткой больных, которые переболели. Им помогают вот так вот. Этот лекарственный препарат, слава богу, уже создается, он выйдет к лету. Создается, разрабатывается назальная вакцина, которая просто не колется в нос, создает гамалея с уханем. Сейчас покажу на основе чего. И вакцины создают. Вакцины все уже, практически около 18 научных групп создают вакцины на основе пустышки вакцинов. Всех совместить в одной вакцине все типы вот этих шубок, которые, значит, разнообразные, и вколоть. Это пустышки без генетического материала, пустые шубки разных вирусов SARS. В отношении, значит, назальной вакцины. Ну, пока это только испытания на мышах. Мыши в норме. Создается такая маленькая наночастица, комочек из полиглюкозы или полимонозы. Ну, это, то есть, как гликоген наш. Вполне удобоваримая частица, которая не повреждает ничего. К ней пришивается ковалентно несколько белков шипика S. Вот этот красный, это белок шипик S. И теперь это не векторная вакцина. Она просто капается поливеризатором в нос, а какая разница? Белки шипика присутствуют? Присутствуют. Они сидят пришиленные на наночастице? На наночастице. А почему, вы скажете, нельзя просто белки шипика нам доставить? Чужеродный белок вызовет другую реакцию. Он вызовет атаку иммунной системы на те клетки, которые его посадили. Нам это ни к чему. А вот на наночастице это нет. Наночастицу не опознают как чужеродную, потому что она из полиглюкозы. Вот такое положение сейчас для тех, кто считает, что никто ничего не делает, и все нас бросили. Не бросили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok